Победить коррупцию и мошенничество не удастся. Отчет прокурора Одесской области Олега Жученко свидетельствует о том, что работы в этом направлении, как впрочем, и во всех остальных, непочатый край. Есть проблемы и внутри прокуратуры. Отчет Олега Жученко за два месяца работы в должности прокурора области выглядит объективным, но далеко не радует. Чиновники как брали, так и берут. В родной валюте и в свободной конвертируемой. Кто понемногу, сотню другую, а кто сразу миллионы. Объявленная центральной властью кампании по борьбе с коррупцией никого не пугает. Викрито факт незаконного отримания вигоди працівником дозвольної системы, який отримав 200 доларів США за безперешкодное отримание дозволу на зброю. Кроме того, викрито голову селищної ради на отриманні 200 тисяч гривень хабаря. Керівника військового ліцею – 20 тисяч гривень. Двух патрульних поліції та інспектора – 7,7 тисяч гривень. Декана факультету харчової академії – 10 тисяч гривень. Завідувача відділення коледжу – 10 тисяч гривень. Директора підприємства під час надання – 15 тисяч гривень. Двух співробітників міграційної служби. Директора сельскохозяйственного інститута національної академії аграрних наук, подозріваємого в вимогательстві 3 мільйонів гривень. Получить он успел лишь 500 тисяч, с которими і був задержан. Среди екадемічних преступлений широко распространены афери з землєю. Прежде всего цениться, конечно же, курортна зона. В частности, расследується дело о махинації сразу з 10-ю участками в маячном переулке стоимостью 44 мільйона гривень. Удобний способ наживы для мошенников – организация липового крюнгового агентства. Одна такая контора, постоянно меняя адреса, обманула более 300 моряков. Проходимцам удалось наварить 3,5 мільйона гривень. Работа прокуратуры может быть более эффективной. Зачастую мешают свои же кадры – плохо подготовленные или нечестные. После реформирования и проведения конкурсов на руководителей 10 местных прокуратур были назначены новые люди. Однако уже после их назначения на данный момент изменено 4 руководителей из 10 местных прокуратур. Кардинально изменить положение отделов в органах прокуратуры не удалось еще ни одному генеральному прокурору, а тем более областному. У нынешнего руководства ведомства есть все шансы доказать, что это возможно. Александр Виноградов, Юрий Шинкаренко, телекомпания «Круг».